Небольшой сварочный инвертор должен быть дома у каждого любителя и профессионала. На примере двух самых маленьких сварочных аппаратов от компании Патриот вы поймете почему. Главное их достоинство это цена, размер и вес. Этот размером с фен весит 3 килограмма, у этого корпус из металла поэтому тяжелее. Можно перевозить даже в общественном транспорте, по тому как влезут в любую сумку. Очень удобен при сварке заборов и легких металлоконструкций, так как аппарат умещается в руке, а этот можно носить на плече. И наконец в отличии от старших собратьев они неплохо варят там где слабые электросети начиная от 140 вольт. Ссылки на оба аппарата в описании под видео. Сегодня проверим как они варят, посмотрим работают ли функции анти залипания, форсаж дуги и быстрый старт. Хоть это и бюджетный вариант, здесь это есть. Сделаем замеры напряжения и силы тока. Ну а после тестов разберем, посмотрим что внутри и если сможем опять собрать один разыграем среди подписчиков. Чтобы было интересней пишите в комментариях какой из аппаратов вам понравился с первого взгляда и какой оставили бы себе, будь вы на моем месте. Победителем станет случайный комментарий подписчика, имя которого узнаем в следующем видео. Начнем с коробки. В коробке инструкция на русском языке, ремень для переноски, держатель и масса на 200 ампер. Кабель омедненный алюминий сечением 25 квадратов. Снаружи ПВХ. При плюсовых температурах достаточно мягкий. Края залудили. Мелочь конечно, но приятно. Сам сварочник. Топ вентилятор на 24 вольта. Кнопка включения и сетевой шнур длиной 2 метра. Достаточно толстый. Передняя панель симпатичная. 25 байонеты. Крутелка делает не полный круг и меняет только силу тока. Функции горячего старта, форсажа дуги и антизалипания здесь встроенные и меняются в процентном соотношении. При регулировке тока автоматически. Мы это проверим. Рядом цифровой дисплей и лампочки сети и перегрева. Аппарат варит даже четверкой. Сила тока меняется от 20 до 160 ампер. Буква С говорит о том, что им можно работать в зонах с повышенным риском поражения током. Сразу распакуем и второй аппарат. Здесь тоже есть функции антизалипания, форсажа дуги и быстрого старта. Но в отличии от первого аппарата есть возможность регулировки вручную. Кейс из полиэтилена. Прослужит долго. Замки металлические, плюсики за это. Внутри инструкция на русском. Кабель массы с сечением 10 квадратов длиной 2 метра. Захват омедненная сталь. Этим аппаратом тоже можно работать в зонах с повышенным риском поражения тока и если сравнить наклейки, то различия несущественные. Кстати, многие не знают, что означают вот эти цифры. Х это сварочный цикл равный 10 минутам сварки при окружающей температуре 25 градусов. Что это значит? Если варить с силой тока 130 А при такой температуре, то непрерывно можно работать не более 60 процентов времени от 10 минут. 60 процентов значит варим 6 минут из 10, 20 процентов 2 минут из 10, 100 процентов 10 минут. Математика простая. Но 25 градусов не везде и не всегда, до электродов которые горят непрерывно в 10 минут я еще не видел. Поэтому перегреть аппарат сложно. Да и защита от перегрева здесь есть. Сетевой провод 2х1,5 квадрата. Корпус похоже сделан из полиамида. Байонетное гнездо для кабеля массы в ручке. Здесь такое же гнездо. Сюда вставляется хитрый держатель. Винт фиксирует электрод. Нестандартное решение вдвое уменьшает количество сварочных кабелей. В держатель входят электроды от 1,6 до 3 миллиметров. Аппарат и впрямь компактный. Может затеряться среди строительных фенов. Крутелка многофункциональная. При нажатии с удержанием запускает аппарат. Дисплей стеклянный, маленький, но информативный и всегда перед глазами. Короткими нажатиями двигаемся по меню. АМП. Установка сварочного тока. Вращая влево, вправо меняется ток. Левее подсказка для чайников. 3,0 рекомендуемая толщина электрода для текущего тока. 3,4 миллиметра толщина металла. Дальше идет форсаж дуги с регулировкой от 0 до 100. Рекомендуют ставить максимальное значение. За форсажем идет горячий старт. Он не дает электроду залипать. Также рекомендуют ставить максимальное значение. ВРД. Ограничение напряжения холостого тока. Во включенном состоянии понижает холостой ток до 20 вольт. ВРД рекомендуют включать в местах с повышенной опасностью поражения током. Дальше опять идет регулировка силу тока. И так по кругу. Теперь все это проверим на практике. WM160D на холостом ходу потребляет 0,25 ампера. Напряжение на входе 73 вольта, а холостой ток 3,6 ампер. При сварке на входе сила тока поднимается до 12 ампер. Это где-то 2,6 киловатта. Проверим есть ли горячий старт и форсаж дуги. Электрод двойка, ток 30 ампер. Видно, что аппарат с самого начала накидывает, чтобы зажечь электрод и поддержать дугу. Ниже 39 ампер сила тока не падала. Помогал форсаж. Сетевое напряжение при этом проседало до 210 вольт. А мультиметр предательски терял контакт. При сварке током в 60 ампер аппарат также накидывает на старте. После чего вполне уверенно варит током 60 ампер не включая форсаж. На 100 ампер горячий старт не помогает, он как бы и не нужен уже. Но в процессе сварки сила тока просеяла до 90 ампер. Проблема не в аппарате и этому есть объяснение. В паспорте написано, что при пониженном сетевом напряжении в 140 вольт аппарат на максималках сможет дать не 160 ампер а где-то 115. Посмотрим какую силу тока покажут клещи на 160 амперах. От силы 125-126 ампер. При этом сетевое напряжение проседало до 184 вольт. Вывод напрашивается сам. Если бы сеть под нагрузкой не проседала и держала 220-240 вольт, то на выходе аппарат варил бы током близким к 160 амперам. Что касается функции антизалипания, я проверил ее на токе в 20 амперах, на 60 амперах, на 100 и на 160 амперах. При любой силе тока после залипания аппарат сбрасывает ток до ноля. Даже после целой серии залипаний я пробовал браться голой рукой за электрод в доказательство того, что антизалипание работает. Все те же тесты провел и с ручным сварочным инвертором WMH160D. Холостое напряжение на выходе у него чуть меньше, 62 вольта 4 ампера. При залипании также сбрасывает силу тока до нуля. Аналогично накидывает горячий старт в начале. Дальше процесс поддерживает форсаж дуги. Дуга горела даже при силе тока в 40 амперов, когда варил тройкой. Пробовал форсаж отключать, дуга после горячего старта на малом токе постепенно тухла. Максимальную силу тока точно замерить не смог и в этот раз. Сила тока на ручном аппарате стояла 160 ампер, а напряжение при сварке проседало до 180 вольт. Клещи же фиксировали силу тока на выходе в 110 ампер. Проверил функцию ВРД. После включения напряжение падает даже ниже 20 вольт. Коснувшись металла, аппарат мгновенно просыпается. Давайте проведем эксперимент. Оба аппарата могут работать от напряжения в 140 вольт. У меня нет латтера чтобы это проверить, но есть маломощный генератор на 850 вольт ампер, который за 7-8 лет даже обкатку не прошел. Не факт конечно, но вдруг на минималках он потянет. Оба аппарата от генератора запускаются, но дугу не держит. Следовательно генератор нужен минимум на 3, а лучше на 4 кВт. От сети же оба аппарата варят хорошо. После тестов на столе они были допущены к непосредственному участию в сборке самого мощного компрессора. Сварил раму нового компрессора, прожег отверстия в будущих рейсерах и приварил трубы и мусы. Компрессор мой вы уже видели, а впечатлениями по результатам сварки поделюсь в конце. А сейчас посмотрим как они устроены. Этот собран на 8 винтах. Все компоненты сидят на одной плате, не считая платки с крутелкой и цифровым дисплеем. Лаком накрыли с двух сторон. Часть платы залита полимером. Винты на шинах зафиксировали краской. Радиаторы расположились с двух сторон в форме тоннеля. Между ними спрятали конденсаторы на 400 вольт 470 микрофарад. Инвертор собран на силовых транзисторах БТ40Т60 на 600 вольт 80 ампер. Сюда же посадили диодный мост и биметаллический термовыключатель. Это защита от перегрева. Все доступно, аппарат ремонта удобен. На очереди ручной инвертор. Здесь винтов чуть больше. Внутреннее пространство задействовано по максимуму. Тут у нас диоды на 20 ампер 200 вольт и силовые транзисторы на 60 ампер 600 вольт. Термовыключатель тут другой. Конденсатор 1, ну на 1000 микрофарад 450 вольт. Байонетные гнезда самые обычные. Продается во всех магазинах. С обратной стороны диодный мост на 35 ампер 1000 вольт и пара диодов как и с той стороны на 20 ампер 200 вольт. Вентилятор тоже на 24 вольта, но маленький. Дует четко между радиаторов. И все это как сэндвич зажато двумя платами. Дроссель намотан многожильным медным проводом с изоляцией. Провода где температура повыше спрятаны в термостойкие трубки. Несмотря на то, что аппараты одного производителя, одной мощности, из одной ценовой категории, внутри, да и внешне, они абсолютно разные. Пришло время подвести итог. Аппараты каждый по-своему хорош. Горячий старт, форсаж дуги и антизалипание работает там и там. Разница лишь в том, что в WM-160D это встроено и не отключается. А у WM-160D эти функции можно регулировать и отключать. Но рекомендуют их держать на максималках. У классического аппарата регулировка тока делается от 20 до 160 ампер в пределах неполного круга. И в принципе достаточно точно можно выставить желаемый ток. У ручного, чтобы подняться от 20 до 160 ампер придется сделать где-то 7 полных оборотов. Тарапыгам это может не понравиться, но те, кто любит точную настройку, это оценят. Что касается мобильности и удобства, то ручной сварочный аппарат бесспорно обходит классический. Чем меньше проводов и легче аппарат, тем лучше. К тому же и потери будут меньше на одном коротком кабеле. Но есть и недостатки. В классическом аппарате расстояние от заготовки до держателя равно длине электрода. Работая ручным аппаратом, расстояние немного увеличится. Дальше. В классическом сварочном аппарате можно менять кабеля местами и варить тонкие металлы обратной полярностью. Здесь в теории тоже так можно, если приловщиться. Но, зная, что тут стоят стандартные 25-е байонеты, можно заколхозить метровый кабель с традиционным держателем. И ручной инвертор полностью раскроет свои возможности и превзойдет другие по удобству. Можно будет варить в неудобных местах, там куда еле влазит рука, потолочные швы и даже тонкие металлы обратной полярностью. Не предусмотрено крепление шнурка или крючка. Тоже не беда. Пропустить шнурок через вентиляционное отверстие в районе дросселя и можно вешать на плечо и так далее. Правда, при ремонте по гарантии, если что случится, могут быть вопросы. В общем, я пока не определился в выборе, надеюсь ваши комментарии помогут решить какой из аппаратов оставить себе, а какой отправить победителю. От себя же еще могу добавить, что оба аппарата своих денег стоят. И оглядываясь назад, не понимаю, как я раньше жил без малыша. На этом все дорогие друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.